Всем привет и слава украли. Передача новостей Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Геннадий Лос-Акзо, и сегодня у нас традиционные итоги недели с хорошо знакомым и любимым нами Пахаром Мамедовым. Записываемся мы заранее, поэтому итоги такие относительные, но выйдет, я даже не надеюсь, я уверен, что будет в пятницу. Вернее в торжество справедливости называется. Поэтому, а уже с 3 декабря на 3 декабря у меня уже как день рождения жду, даже больше. Будем надеяться, что это случится, что все будет выходить вовремя. Опять же предупреждаем, что записываемся мы заранее. И неделя еще не закончилась, а так как процесс идёт динамично, мы можем попасть под такое дело, что... Да, может такое произойти. Поэтому предупреждаем, но это не должно останавливать наших зрителей, ставить лайки, комментировать и поддерживать канал. И начинаем мы с того канала, которому абсолютно необходимо ставить лайки, комментировать и поддерживать, это мнение ФМ, где Форхад Багнитов написал следующую вещь. Константируем, что руководство Армении пошло ва-банк в отношениях ОДКВ. Но в отношениях ОДКВ имеется в виду то, что Пашлян не будет участвовать в встрече в Минске. И что это значит? Ну, дело у вас на передачах, да и на других эфирах. Я был таким апологетом того, что Армения не выходит из этих структур и так далее. И я ждал такого события, которое должно быть маркером того, что Пашлян действительно отказывается от услуг и от членства в этих организациях. Конечно, Армения не подала заявку на... или же не приняла решение о выходе из ОДКВ. По всем системным вопросам, темам, все еще является членом всех интеграционных проектов Российской Федерации. Но отказ от визита в Минск на саммит лидеров стран ОДКВ – это достаточно серьезное событие. Конечно, они могут отыграть назад. Конечно, завтра могут и поучаствовать, и на учения пойти, и постпреда назначить. Но вот это такой факт, который говорит о очень многое. Если посмотреть на фон происходящих событий, а именно чрезмерную активность Запада в риторике, уже в действиях по поддержке Армении, мы видим о том, что этот геополитический разворот в такой, в гибридной форме, он начал происходить. Мы это должны констатировать. Также мы должны зафиксировать, что это происходит в условиях отсутствия мирного договора с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией. Ну, единственный факт. Мы должны демонстрировать всем силам на Западе, в том же самом Европейском Союзе и в тех же самых США, что даже при сохранении членства Армении в этих интеграционных проектах, союзах Российской Федерации, Запад должен помогать Армении в ее, так скажем, геополитическом развороте. То есть, выход из организации, это будет не началом геополитического разворота, а непосредственно выход из организации становится результатом этого геополитического разворота. Вот я так это понимаю, я думаю, что в ближайшем будущем мы будем видеть очень активные события в борьбе между Россией и Западом в Армении и в некоторой степени между Ираном и Западом. Заметьте, что секретарь своего без Армении, участвуя, значит, в Брюсселе на форуме, я даже сказал бы, это такой экспортно-диаспорский, проармянский, политический вот такой форум был, очень такой интересный. Вот, он оттуда звонил секретарю Совета Безопасности Ирана, чтобы поговорить об экономических проектах между Ираном и Арменией. То есть, видно, что руководство Армении старается сгладить острые углы, особенно между Ираном и Западом по теме поддержки Армении. А по российскому направлению, то есть, кони пущены свободно, без борозды, и это тоже является соответствующим таким элементом, повышающим напряжение. Все это вкупе вредит процессу мирного договора между Азербайджаном и Армией. Нет, то, что кони пущены свободно по российскому направлению, почему вредит? Где российская направленность? Это геополитический разворот и активность в этом отношении – это вредит. К примеру, на протяжении многих лет Запад оказывал давление на Турцию, чтобы Турция открыла границы с Арменией без привязки к урегулированию армяно-азербайджанского на Горно-Карабахского конфликта. Ой, лайт давление, я бы сказал бы, нежное давление. Ну, не сказал бы, это было… Вы знаете как, может быть, для вас лайт, потому что мы живем на Кавказе, но в то время, в 2009 году и так далее, когда перед Турцией маячила перспектива членства в Европейском Союзе, тогда эта тема была внесена в предусловие для Турции в отношении, значит, членства в Европейском Союзе. Поэтому тогда это казалось достаточно сильным требованием. Это была личная такая затея президента Соединенных Штатов Америки, Барака Лобана, которая не случилась. Вот, сейчас, я думаю, что будет очередная такая попытка давления. Ну, всем понятно, к чему это приведет, то есть ни к чему это не приведет. Вот, но все равно данная затея будет давлением. Я прошу прощения, давление на Турцию, чтобы Турция открыла границу с Арменией без нормализации отношений с Азербайджаном? Да, основная идея здесь заключается в том, и это прорывается со стороны пропашиняновских групп, основная затея заключается в том, что тема Карабаха для Азербайджана закрыта, Азербайджан полностью распространял суверенитет, и нет ничего того, что могло бы сдерживать Турцию в открытии. Я привел вам только один пример. Что касается других, вот возьмите заявление Борреля. Значит, по итогам саммита министра иностранных дел, там открыты, значит, претензии к Азербайджану и требования в рамках бруссельского формата подписать мирный договор с теми условиями, которые выдвигает Европейский Союз. А мы знаем условия, которые выдвигает Европейский Союз? Это так называемые три принципа, на которые ссылается премьер-министр Армении, говоря о документе, подписанном Гренаде. То, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, ничего не приемлемо для Азербайджана. Там нет, если не увязывать цифровые элементы и так далее, но там нет, например, темы вмешаться во внутренние дела, чтобы страны не вмешивались бы во внутренние дела и так далее. То есть это такая урезанная форма пяти принципов, предложенных Азербайджаном. Там исключительно обоюдное признание, там разблокировка коммуникаций под юрисдикцией и так далее, и тому подобное, значит, стран, по которым эти коммуникации проходят. Ну и тема границы под так называемым последним картам Генштаба СССР, и ссылка идет на, значит, 91-й год. Вот, в принципе, и все. Это урезанные элементы тех пяти принципов, которые предлагают. А, я, к сожалению, даже я забыл, может быть, наши зрители тоже забыли. Мешательство во внутренние дела. Да. И, значит, тема по, там, гуманитарные вопросы и так далее, что должно было найти отражение в мире. Ну, в общем-то, вмешательство во внутренние дела, само собой, что страны не должны вмешиваться. Там еще и было обязательство не применять силу и так далее. Это, в принципе, наверняка тоже есть в армянском варианте. Но вопрос состоит в чем. Вот в этой погоне за Арменией, так скажем, так назовем это, в геополитической борьбе, Запад теряет своими заявлениями, которые в определенной степени адресованы, в большей степени, к России, нежели к Азербайджану. А Азербайджан по увещеванию армянской стороны является как будто бы инструментом в руках Российской Федерации против Пашиняна, хотя какого-то довода они привести не могут, какого-то аргументированного факта. То мы видим, что вот эта позиция Запада стимулирует понижение уровня доверия руководству Азербайджанской республики к тому же самому Европейскому Союзу и Соединенным Шаттану. У того же Азербайджана ведь с Европейским Союзом чисто деловые отношения. Ну да. Поэтому, ну как бы... Они же требуют этого, они выдвигают эти требования к Азербайджану. Азербайджан говорит, что мы не собираемся нападать на Армению, но это не является каким-то сдерживающим фактором. Плюс они должны обосновать как-то увеличение своей миссии в Армении, а также военную помощь европейских стран, значит, Армении, которую они собираются и уже начали реализовывать без каких-либо объявлений, подписанных контрактов, вот так вот. Вот, в принципе. Ну, насчет военной помощи, если здесь идет о переоритации Армении, то, конечно, от кого даже они должны получать военную помощь? Это же не рука, которая не от того... Я бы сказал, да, помощь здесь исключительно, наверное, будет в каких-то учебных программах, но оружие они будут продавать, то есть за деньги. Они это себе сейчас позволить не могут, потому что в рамках НАТО оружие нужно самим, оружие нужно Украине. Нет, ну там идет символизм шагов, но я имею в виду о том, что если идет переоритация, то, конечно, они будут получать помощь от Запада. А в кого же еще? Дело, главная тема здесь заключается в том, что и то, что вызывает неприятие в Азербайджане, что вот это проармянские заявления и действия, они выходят за рамки Армении. И в большинстве случаев касаются темы Карабаха и так далее. Сейчас Азербайджан становится объектом критики за то, что абсолютно лживое, безосновательное утверждение о том, что Азербайджан собирается нападать на территорию Армении. И вот это требование, что именно в Брюсселе должно быть заключено. Я думаю, что в этом геополитическом шифте, развороте Армении сейчас самое время... То есть все центры силы, которые высказывали претензию стать посредниками, они в равномерной степени потеряли доверие у Азербайджана и у Армении. И это все подводит нас к какой-то двусторонке, которая может случиться в той же самой Грузии и так далее. А вот на Магадаскаре, какая разница. В Грузии это приятно, да, но вот на Магадаскаре на самом-то деле. Ну, там туда летать далеко. Да, ну, говорят, остатки. Говорят, я не знаю. Я не знаю. И в итоге мы имеем очень интересную конфигурацию, которой все-таки вы считаете... Вот сейчас вы уже говорили о том, что вишнеполитический разворот Армении, он как бы... То есть не свершившийся пак, а свершающийся пак. Свершающийся пак. Нет, он начался, это уже видно по всем параметрам. То есть вы знаете, как пашиняне разочаровались в Азербайджане в 2018-2020 год. Пашиняне разочаровались в России. Пашиняне сам разочаровался в России, так скажем. В Пашиняне в определенной степени разочаровались и в Иране. Потому что не был подписан военный союз, на который делали ставку и так далее. Даже союз? Да, они хотели сделать договоренность о военной помощи, а это означает военный союз. То есть по-другому это никак. Сейчас же Пашинян очень активно работает с Западом. Наверняка шли вот эти переговоры. И он... Армянская сторона дела на протяжении долгого периода времени могла вот этот синтез, да, оформлять с поддержкой своей агрессивной политики в отношении Азербайджана. Запад, Россия, Иран. В 2020 году и после 2022 года эта парадигма сломалась. А в 2020 году была трещина, а после 2022 года февраля это все сломалось. Сейчас Армения понимает, что по Карабаху уже активничает только Франция. В определенной степени я еще ожидаю позицию США в этой степени, потому что новый посол должен будет... По Карабаху, по идее, чего? Хотя бы... Гела активничает, да. То есть мы же не... Я просто к чему говорю, а к чему? Ну вот, будируют тему возвращения международной миссии и так далее. Посмотрим, что сделает Соединенные Штаты Америки. Если они пойдут по накатанной, то ни к чему хорошему это не приведет. Если же они скорректируют свою позицию в соответствии с новыми реалиями, то возможно будет, что они еще не растеряют доверие азербайджанской стороны именно по этой теме. Вот. Сейчас армянская сторона стремится по вопросу уже собственной безопасности Республики Армана оформить этот консенсус между Ираном и Западом в лице США и Европейского Союза без Российской Федерации. Но Российская Федерация на земле. Потому что выходить и так далее. На земле же база живет. Ну да. То есть они в этой гибридной форме создают свою систему безопасности. Мы всегда говорили о том, что вот данные потуги они будут приводить к искрам. И поэтому а так как эта дорога Лачинская тогда была еще открыта и так далее, эти искры могли зайти и на азербайджанскую территорию. Сейчас мы сперва минимизировали установку КПП, а потом обнулили внешнее влияние значит на Карабах. Соответственно мы себя обезопасили вот этой геополитической борьбы, которая от противоречий может открыто значит войти на уровень противостояния и конфликт на территории. И риски очень большие. И Пашиняна. Азербайджана. Да, мы свою территорию обезопасили. Вот от конфликта и открытых противоречий, которые могут быть на территории Армении. И мы сейчас видим как реагируют на те или иные значит заявления и так далее. Для меня основным маркером являются Европейский Союз Франция, США с одной стороны в борьбе за Армению, Российская Федерация с другой стороны и с третьей стороны двуликий Иран. Где есть одна линия которая более прагматичная и так далее. Она слабая на сегодня в Иране. И другая линия это ксировцы и так далее. И мы видим какое противоборство между ними. Президент Ирана говорит о том, что Карабах это Азербайджан. В Ташкенте в очередной раз через сутки посол Ирана появляется на YouTube канале Сирилнет спонсируемый посольством США. Посол Ирана в Армении. Посол Ирана в Армении. Ксировец, который из Сирии, который к дипломатической службе имеет мало чего общего. Он появляется на этом канале и начинает говорить о народе Нагорного Карабаха и о его правах. Через сутки после того, как президент Ирана выжил из себя поздравление по завершению обеспечения территориальной целостности Азербайджана, которое президент Ирана сказал президенту Азербайджану. А что он говорил про народ? Он говорит, что права народа Нагорного Карабаха не должны быть забыты и они должны быть обеспечены. Да, это территория Азербайджана, но народ Нагорного Карабаха должен быть в соответствии своими правами, безопасностью и так далее. Это все, это создало опять очередной повод для того, чтобы Министерство иностранного дела Азербайджана выступило с протестом в отношении Ирана. А мог посол выступить, не согласовав свою позицию? Так я о чем говорю, что в Иране две позиции? Нет, с официальным Дридом, с МИДом. Абсолютно уверен. Абсолютно уверен в этом, что это так и было, что это были вот такая отрыжка тех радикальных групп в Иране, которые неровно дочит отношения Азербайджана и которые предпринимают очередные провокации. Провокации со стороны Ирана в количественном отношении снизились, но они все еще остаются. То есть на государственной ТВ выступает гражданин Азербайджана, говорящий о том, что мы должны бороться с Азербайджаном, с правительством Азербайджана, установить там так называемый керемеду и так далее. Это такая утопичная идея, мы об этом с вами как-то говорили относительно государственного устройства спрашивается, если тебе так нравится, спроси у Хаманаи, что же он у себя в Иране, значит, государство керемя системы не устанавливает, что ты это ищешь в Азербайджане. Ну и бог с ним. Я что хочу сказать. Вот есть три этих центра сил, которые ведут геополитическую борьбу за Армению. И здесь идет стыковка. Я думаю, что на этом фоне заключать мирно договор с Арменией, я думаю, что сейчас очень трудно. Или руководство Армении, вот в начале этого пути должно само проявить инициативу, пойти на двусторонние отношения с Азербайджаном, или же там региональный фармацгрузии, отбросить все эти внешние факторы. Они же уже получили гарантии, о чем я всегда говорил, от Ирана, от Европы, от США и так далее. И есть декларированные и подписанные гарантии со стороны России. И пойти на договоренность с Азербайджаном. Здесь мы получаем следующий этап того, что президент Азербайджана на встрече с руководителем парламентской ассамблеи ОБСЕ высказался о том, что процесс по мирному договору идет, но Армения должна выполнять обязательства по коммуникациям с Азербайджаном, с Нахчеваном и по анклаву. То есть требования Азербайджана кристаллизировались в этих двух элементах. По всем другим темам, таким теоретическим правовым и так далее, можно сказать, что есть какая-то согласованность. Но по этим двум темам вопросы еще остаются. И эти вопросы не азербайджанской повестки, это вопросы армяно-российской повестки по транспорту и непосредственно армянской по теме анклавов. По теме анклавов основные препятствия. У меня такой вопрос. Без темы анклавов возможно, заключение мирного договора и оставить тему анклавов на вопрос делимитации границы. Все возможно. Все возможно, но нужно их признать как минимум. Нет, но если можно... Потому что там есть и анклавные села, и оккупированные. То есть они оккупированы в Севе. Есть анклавные села и неанклавные села, которые были в советское время. То есть там где-то разговор идет о восьми населенных пунктах. Анклавами из них являются четырех. Другие четыре это не анклавы. Это непосредственно села оккупированы в казахском районе. А то есть которые непосредственно примыкают к азербайджану? Вот. Вот. Которые никогда не были анклавами. Вот это элемент. Вот это и есть предмет на переговоры в принципе. Ну это все увязывается друг к другу. Для этого и нужны переговоры. Переговоры, но с кем? С кем? При посредничестве кого или напрямую? Вот главная тема состоит в этом. То есть сейчас главная тема состоит в посредничестве а будет не будет и кому может если не будет из какого европейцы своими заявлениями они губят свое посредничество вот остается только американская платформа европейцы Шарль Мишель наглядно губят или вообще ЕС как институт ну есть они сделали так чтобы Шарль Мишель подписался под гренадским заявлением и смогли завести его в рамки гренадского заявления вот этой проармянской позиции то я думаю что Шарль Мишель тихо-тихо потеряет вот те позиции которые он имел это почему бы Азербайджану не сказать так ребята все европейское последничество закончилось давайте другое дело а никто никогда в жизни этого не скажет это сломалось давайте другое нет просто не будут участвовать откладывать и так далее все в подвешенном режиме до сих пор вы знаете минская группа ОБСЕ на бумаге еще существует нет я думаю что она будет существовать вечно почему бы и нет кстати а ну Лига нация она расписалась официально да Лига нация хотел сказать что Лига нация существует нет но не существует Лига нация хотя Священно-Лимская империя может быть и существует кто его знает я хотел я уже давно подбираюсь на мягких лапах такой общей теме вкусной но прежде чем мне прийти я хочу задать вопрос а в Москве кто все это знает в Москве да конечно следят по мере как находят время и чего они об этом думают ну скажем так я думаю что вот этот Димаш Пашиняна он будет иметь отголоски потому что обычно у российской стороны если брать практику прежних лет в отношении с другими странами да даже постсоветскими странами будем так говорить были вот такие нападки в информационном поле и так далее и если лидер страны он как-то удерживался то российская сторона шла на прямые переговоры и я думаю что и президент России когда в Бишкеке да выступал о том что ну Пашинян там дело много и так далее российское информационное поле даже немножко торопело о том что нам то вроде сигнал пришел бить понимаешь там по самые Нидерланды а как а вдруг президент высказывает такое было видно то что он оставляет какое-то пространство для переговоров с Пашиняном а то что фактически Пашинян избегает встречи с Путиным это будет иметь соответствующие последствия будет ли это в информационном поле как в прошлый раз будет ли это активизация оппозиционного групп в Армении как это было будет ли это там не знаю как там назывался этот группа которого арестовали северный северный листопад или что-то такое да в общем вот что-то такое возможно и это тоже то есть если уж будет там отмашка на то что нужно убирать то соответственно будут прорабатываться и эти такие операции уже на совершенно иному пока не действуют дипломатически может быть какая-то экономическое давление оказано вот я смотрел там до конца года кроме саммита ДКБ по-моему еще должен пройти высший совет Евразес да они постоянно они любят эти саммиты в конце проводить да это означает то есть по Евразесу то у Армении претензий нету понимаете по Евразесу у Армении претензий нет у них есть претензии по ДКБ поэтому то что он не полетел на ДКБ и если он еще не полетит по Евразесу то тогда я думаю вот весь этот спектр российский будет использован очень важный и очень интересный вопрос я часто слышал от армянских экспертов в армянском информационном поле что Азербайджан является инструментом для наказания Армении стороны России и вот эти разговоры про то что Азербайджан нападет в принципе чего Азербайджану нападать ну если мы не будем считать теории о том что Азербайджану нужно пробить завязушки коридор для великого Турана на земле в практической политике речь идет о том что это будет как бы наказание наказание за антироссийскую сейчас да сейчас именно это прокручивается сперва они говорили что наказать Армению а потом это уже пересонифицировалось наказание демократического Пашняна за то что он такой антипутинский и так далее вот пропагандистская линия она идет именно вот в этом ключе но пусть покажет хоть один факт и мы будем просто фиксировать его соглашаться с ним или нет но вот установил Азербайджан КПП на Лачинской дороге это было в интересах Российской Федерации это было в коридорной логике документы 10 ноября 2020 что происходило все что делалось 20 сентября это было не в интересах Российской Федерации это не было абсолютно Российская Федерация была терять права 19-20 сентября что там случилось это было в интересах значит Российской Федерации в том что Азербайджан сели и уехали и так далее не только мне отвечать заранее но и я иногда отвечаю заранее я как раз это я уже сказал или же то что Азербайджан не начал активности на условной границе предупредил Пашиняна через Эрдогана и через других о том что не вмешивайся не вмешивайся в это дело открыто можно сказать что это уже вышло да это самое открыто было дан этот месседж что когда в Карабахе будут наводить порядок не вмешивайся если ты в течение трех лет не убрал оттуда свои войска не прекратил финансирование и ресурсное обеспечение то сейчас уже не вмешивайся и он не вмешался ничего не случилось потом мы дорогу через Заран делаем они все равно говорят что она хочет напасть на Армению помощник президента говорит что у нас потеряла актуальность Зангизурская дорога они все равно начинают накачивать институте это все делается для геополитического разворота и к сожалению Азербайджан здесь используется вот в этой пропагандистской ритуре по большому счету кроме Азербайджана вот реально таких больших угроз есть вторая реально большая угроза это то что энергетика энергетика вы имеете ввиду обеспечение газом ну например тот же посол Иран в Армении он сказал что мы способны нарастить в 4 раза поставки те которые там вроде бы труба маленькая труба узкая но там они делают там газ вместо энергетики электроэнергии и так далее вот плюс есть так через Грузию значит азербайджанский газ может поступать или Грузия может что сделать покупать азербайджанский газ через Грузию это азербайджанский газ нет нет делать как закупать больше Сибири и продавать значит уже Армении как свой газ а в Баку об этом не будут 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 это уже это они говорят европейцам что например я опять же скажу Гела они там тоже сели список составили критической зависимости Армении от России и по этому списку идут вот по этому пункту по этому пункту по этому пункту это все не работает до того времени когда Россия начинает предпринимать действия а членство в ОДКБ и членство Евразии это пакет российский невозможно не быть членом ОДКБ и получать преференции через Евразийский экономический союз если они в ОДКБ начинают вот так себя вести я думаю Россия должна будет реагировать каким-то образом вот каким образом это мы увидим по мере того как будет углубляться этот кризис знаете армянские эксперты на каких-то там закрытых встречах с западными дипломатами даже не эксперты а чиновники я как-то слышал такую мысль от одного из дипломатов что вот это разрешение запада Армении наращивает торговлю то есть Россия особенно значит в некоторых таких сенситивных не то что сенситивных а важных для российской экономики в сферах это по чипам это по алмазам это по еще там пару сфер было они говорят что тут зависимость двухсторонних то есть уровень настолько повысился вот этого взаимодействия да что Россия уже сама не сможет отказаться от этого взаимодействия с Арменией что Россия опять нужно будет создавать какие-то цепочки через другие страны а это будет сделать сложнее например по алмазам у них увеличилось поставки в Армению значит алмазов которые становятся армянскими дело вот точно так же как они говорят про газ азербайджанские вот здесь про алмаз или же через Дубай те же самые российские алмазы идут значит они становятся дубайскими и из России увеличивается где-то в 2-3 раза увеличилось алмазы идут в Армению потом российские алмазы идут в Дубай из Дубая значит в Абзионы Арабские Эмираты оттуда в Армению и Армения уже как свои бриллианты начинает их экспортировать вот эта сфера удвоилась в прошлом году и удвоение идет еще в этом году то есть к концу года министр экономики Армения прогнозирует экспорт бриллиантов и алмазов на сумму в 1 миллиард долларов внушительная цифра неправда 1 миллиард долларов и это все вот эти элементы они эти цепочки которые создаются для обхода санкций и так далее или же для реэкспорта они создают такую потребность в Армении что от нее отказаться каким-то кругом в России бывает очень сложно создавать новые такие цепочки новые площадки для обхода санкций и реэкспорта и они говорят вы должны закрывать еще больше глаза на это чтобы мы увеличили бы эту зависимость и могли бы уже с Россией вести так равноправный диалог что если вы нам перекроете газ мы вам перекроем подачу продажу чипов алмазов и так далее вот эта идея там проскатывает представляете это в принципе информация в какой-то степени дошла по задаванию вопросов и нашей стране мне лично и я как-то провел какое-то такое небольшое исследование и понял что да действительно вот в этом отношении есть какая-то зависимость и Россия от Армении в увеличивающемся товарообороте то есть в принципе Армении сейчас мало что помешает сделать разворот если что ну а для Азербайджана что это значит опять же скажу для Азербайджана важно заключение мирного договора когда этот геополитический разворот идет то Армении начинают особенно на Западе мы это видели в гипертрофированной форме со стороны Ирана да 100 тысяч человек на границе на Западе начинают делать такие заявления которые вредят процессу мирному потому что они создают у них впечатление впечатление того что они могут получить поддержку для еще больших претензий не только Армении например в пятницу будет какое-то промежуточное решение международного суда вот например если там вот эти абсурдные заявления претензии решения по какому вопросу по иску Армении против Азербайджана по событиям 19-20 сентября там 10 пунктов если по этим абсурдным пунктам этот суд примет какие-то промежуточные решения в отношении Азербайджана то я так понимаю что переговорный процесс можно выбрасывать в мусорную углу потому что это еще больше окрыляет Армению мы о чем говорим мы говорим что вооружайте помогайте но после подписания мирного договора в течение трех лет это и говорили западным партнерам и так далее разворачивайте эту страну после подписания мирного договора они это делают до и они это делают во время и это все не способствует подписанию мирного договора вопрос в этом и подошел я все-таки добрался до общей темы есть немного я во вторник написал ну такой маленький пост обзор по поводу того как мы себя вели все это время 30 лет то есть что делала армия у нас же постоянно что идет рефреном идет очень часто в наших беседах что нужно для того чтобы состояться как политическая нация на Кавказе иметь сильного союзника иметь источник доходов надежных и иметь источник доходов и земляр армия то есть сильную армию это тоже опять-таки все относительно иметь армию которая может обеспечить решения которые есть армия сделала следующим образом на том историческом этапе у нее был сильный союзник это Россия самый сильный регион армия за счет этого союзника тоже обеспечивалась и в общем-то экономика выстраивалась вокруг этого союза в чем была слабость этой модели слабость этой модели была в том что союзник обанкротился не рассчитал свои ресурсы обанкротился что сделал Азербайджан оказавшийся в политической изоляции после первой Карабахской войны переориентировал сначала экономику условия то есть источник доходов оторвал от России союзник Армении и фактически контракт века Бакут Билиси Джейхан сделал независимый источник доходов после этого начал выстраивать силуальную причем как конец 90-х нулевые это вот первая часть нулевые годы и десятые годы это вторая часть соответственно строительство армии ну и завершающая часть предприняла российского союзника уже с изменениями политической ситуации в Турции и на сегодняшний день он решил задачу и сегодня в Армении решает задачу как быть с прошлым что с ним сделать то есть как изменить негативность то сейчас возобновляет другая задача а что делать дальше а как быть дальше Грузия это вообще попытка была договориться с Россией ничего не получилось два раза взрывали даже Эдуарда начали говорить про Эдуарда Эдуарда не взрывали два раза его взрывали он выжил значит после этого опять таки за счет того что продав Западу идею что ребята вот тут ресурсы на востоке в Азербайджане дальше в Центральную Азию мы можем быть для вас интересными пик это при Саакашвили когда он просто поставил флаги Евросоюз и сказал что мы идем в НАТО и политическая изоляция после 2008 а вот сейчас у нас интересный период период следующий что в общем-то любая власть любая власть ее первая задача сохранится вторая задача сохранится третья задача опять-таки сохранится а четвертая задача уже национальный интерес так так принято и так как для нашей власти такая задача сохранится все было нормально до большой войны то есть угрессия Россия против Украины а сегодня я не знаю скорее всего мы говорим а может он сам пришел новый город и у меня складывается такое впечатление что не то чтобы Грузия хочет чтобы этот самый сильный союзник которого не получился в виде Соединенных Штатов был в виде Китая а у конкретно бэк-офиса Ивани Шили идея следующая она может быть синтетически неоформленная что пусть Грузия будет центром такого консенсуса между Европой и Китаем хорошее идея нет она она я бы не сказал что она очень хорошая потому что если там будет если вот вторая вторая часть экономика если там будет по китайской модели подгружаться кредитами а ну да это такой элемент очень ну и дело со всеми со всеми да нужно выстраивать отношения не быть вассалами а быть парнем вассалами никто не будет быть вассалами в сегодняшнем мире никто и не хочет чтобы ты был даже ты захочешь быть вассалом ты не сможешь быть почему и для севера это важно вы завершили да да я же ответ да 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 я понял в этой конфигурации Армения которая поворачивается на запад она во что садится или же опять Армения тоже консенсусная если будет мирно я понял если будет мирно опять же мы со своего окошка смотрим с бакинского если если Армения подписывает мирный договор с Азербайджаном нормализует отношения значит с нами и осуществляет геополитический разворот для нас желательно чтобы это было бы без искр а подписание мирного договора обеспечивает то что это было бы без искр да для Армении для всего региона и после этого получается какая-то предсказуемость для Азербайджана в западном направлении да в своей границе я имею ввиду относительно Армении хоть какая-то сегодня предсказуемости нет потому что у нас был опыт того что Армения в течение 25 лет была проводником политики России на Южном Кавказе это факт который не оспаривается Нике три года после войны Пашинян предпринимал все чтобы Россия усилилась бы в Азербайджане он соглашался со всем что предлагал Путин и Российская Федерация это тоже не вышло и он сейчас разворачивается без мирного договора я поэтому говорю да игроки есть в этом сегодня Китай может быть его не так видно но Китай нигде не идет на прямые лобовые конфликты с Западом он конфликтует это на каком-то совершенно ином уровне технологическом экономическом и так далее и даже когда его подстрекают через прокси Тайвань и так далее чтобы он пошел бы в лобовую он не идет для этих целей у Китая есть целая группа стран которые сами или собственными силами как Российская Федерация или же Иран через свои прокси осуществляют эту лобовую атаку Запада лобовой конфликт которым не жалко своих людей свои ресурсы и так далее Китай этим пользуется там еще Северная Корея под боком Китай пользуется этой группой стран для того чтобы оформить эту лобовую атаку и конфронтацию с Западом а сам ведет с ним переговоры и то же самое касается а вот в списке этих стран которые он использует Россия и Иран они оба соседствуют Россия Россия в списке в этом стран которые используют Китай для лобовой атаки Запада Иран через свои прокси тоже не идет на лобовую и Российская Федерация она пошла вот русская душа загадочная и вот здесь получается вопрос один момент что обе эти страны в нашем регионе и Российская Федерация и Иран это во-первых во-вторых Китай долгое время смотрел на этот регион глазами России и в принципе на Сорбезе ООН тоже демонстрирует что как любит цитировать Копчак что а там же УДКБ там же Минская группа там Россия если Россия ослабляется ослабляется слабеет в этом регионе то тогда у вас что-то ясность окей будем будем воображать какой есть то есть Иран я думаю что уже через Иран в определенной степени будет оказывать то есть реализация видения Китая Южного Кавказа как через Российскую Федерацию так и через Иран чтобы противостоять глобальным противостоянием Западу а Китай будет поддерживать российские и иранские инициативы по Южному Кавказу я просто он не будет поддерживать турецкие инициативы по Южному Кавказу азербайджанские инициативы и тем более европейские или же американские у меня есть я не знаю вы согласитесь сейчас у меня есть определенные мысли про политику про планы Китая у меня такое впечатление сложилось что Китай видит значит Грузию как зону европейско-китайского консенсуса заметить США нет европейско-китайского видит Азербайджан как зону турецко-китайского консенсуса определенного и видит Армению как зону Ирана европейского консенсуса что то же самое что европейско-китайский Ну, это почти то же самое, что я с вами… То, что я сказал, но немного по консенсусу я все-таки думаю, что… Опять же, у китайцев политика такая, что они открыто никогда ничего не скажут. Нет, консенсус в данном случае, одну секунду, консенсус в данном случае разный. Реалитет будет отдан странам, через которые наиболее предсказуемы для Китая. Сперва это была Россия, сейчас, я думаю, это будет Иран. Иран, но если мы возьмем с точки зрения логистики? Логистики, в том числе и Иран, Зангизурский коридор. В том числе и Иран. Агарский и так далее. То, что дорога пойдет через Иран, я так думаю, что это критерий того, что Китай в какой-то степени еще больше с доверием будет относиться к этой транспортной артерии. Ну, Иран там есть какая-то… Если уж у России не получилось взять роль на территории армии. Или, по крайней мере, пока не получается. А, кстати, я главного не сказал. И Центральная Азия. Нет, Южный Кавказ для Китая – это продолжение Центральной Азии. Они смотрят на мир с другой стороны. Другой фокус. И Центральная Азия как зона, в общем-то, доминации Китая, но опять-таки консенсусная. Консенсусная и потому, что страны Центральной Азии, вот повторяем, страны Центральной Азии оформили свою субъектность через взаимодействие друг с другом. Когда создали этот консультативный совет стран Центральной Азии, и то, что говорит господин Чичалашвили, начали формировать форматы 5+. И сами являются субъектами… А все форматы 5+. Там точно есть формат 5. Конечно, все 5 центральных азиатских стран. А уже плюс меняется, да? Нет, я имею в виду, насколько вообще этот формат 5, он рабочий. Формат 5. Да, он очень рабочий. Он очень рабочий. И они впервые подпустили к этому формату страну не плюс, а через запятую. И это был президент Азербайджанской республики. Миминок, помните? Я сам не знал про Друг Заркл. А, да. Да, эта пятерка, она сформировалась. Они понимают там интересы друг друга, они понимают угрозь, потому что они прекрасно тоже понимают, что если одна из стран начнет не то, что сепаратничать, а начнет какую-то свою игру против других, это сломает всю конфигурацию. Нет, ну, с другой стороны, в Узбекистане там влияние Китая меньше и гораздо больше независимого компонента. В Кыргызстане и Таджикистане там тотальное влияние России, в Казахстане там больше влияние Китая. Вот, ну, блин. Что бы ни было, что бы ни было. Вот я понимаю, что это не идеальный формат. То есть они не достигли вот еще больших высот во взаимодействии друг с другом. Там есть противоположность. То, что они сформировали этот формат, что они по одному не бегают к этим лидерам, не жалуются друг на друга, вот это уже очень большая ценность и для нашего региона, пример для нашего региона. Чтобы не бегать по миру, по столице и, значит, доносить неверную информацию про своих соседей, а сформировать свой вот этот мини-регион при всех противоречиях, разногласиях и так далее. И после этого уже выступать каким-то вот таким форматом 3 плюс 3 или 3 плюс 1 там взаимодействия с этими центры. То, что они делают, это 3 плюс Пекин, 3 плюс Вашингтон, это уже было? 5 плюс, 5 плюс. 5 плюс Вашингтон, это уже тоже было. Да, 7 таких форматов есть. А с азербайджанским президентом они решили не делать такого формата, а сделали Азербайджан гостем на консультативной встрече. С азербайджанским президентом, мы говорим о Азербайджан, в данном случае, предполагаем еще одну страну. Это 5 плюс 2. Турция? Ну, Эрдогана как минимум там не было. Там Эрдогана представлял. По умолчанию. Да. Ну, кстати, там по умолчанию же и Грузия тогда получается, потому что все эти проекты, которые... Да, Грузия по умолчанию в любых этих проектах. Там было другое. Там было то, что Эрдогана не то чтобы не было, потому что он обиделся или его не приглашить, или Барданоле. У меня, я давно за этим наблюдал, у меня такое устойчивое впечатление, что Турция просто делегировала по Центральной Азии. Это же Баженовская была, ребята, вы с ними говорите, вы их понимаете, а мы нет. Нет, нет, ну что, они их прекрасно понимают, там идет взаимодействие, даже там товарооборота побольше, чем с нами. Ну, товарооборота, конечно, побольше, тут все просто... Да, да, они там все прекрасно, все хорошо знают, но я, да, я согласен с вами, что этот элемент... Вы поняли меня, о чем я говорю, да? Да, да, возвращаясь к Южному Кавказу. Если мы, там есть претензии к форматам 3 плюс 3 и так далее, то мы должны сперевать эту тройку свою, сообразить... Это должно быть, я согласен, 3 должно быть. ...сообразить и краеугольным камнем здесь является, как говорит господин Тичалашвили, краеугольным камнем является нормализация отношений между Азербайджаном и Армией. Больше не между Азербайджаном, больше не... Нас всего трое. Нас всего трое-то. Что? Ой, ну что ж. Большое спасибо за очень интересную беседу. Кстати, когда эта беседа выйдет в эфир, уже будут известны результаты встречи си Байден. И я почему-то уверен, что они-то договариваются. Они договорятся, но у них... Нет, они договорятся, у них конкуренция эта между ними и борьбы не отменена. Очень важно, чтобы не попасть под раздачу в этой самой конкуренции борьбы. Еще раз большое спасибо и большое спасибо нашим друзьям, которые были сегодня с нами. Всего хорошего. До новых встреч. До новых встреч.